Теракты в Париже внесли коррективы в повестку дня переговора в Вене. Там собрались министры иностранных дел почти 20 стран, чтобы обсудить план урегулирования в Сирии. Как заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров, последние события должны убедить всех, что терроризм ничем не может быть оправдан. Даже так же, как и пассивность в борьбе с этим злом. За происходящим в австрийской столице наблюдал мой коллега Иван Благой, сейчас на прямой связи со студией. Иван, здравствуйте, ждем подробностей. Да, добрый. Он не добрый, конечно же. Здравствуйте, Виталий. Я хотел бы сразу сказать, что, конечно же, трагедия действительно во Франции оказала сильное влияние на переговоры в Вене. Здесь вспоминали и погибших в Париже, и погибших в Бейруте во время другого теракта. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал нам о том, что встреча сегодня началась с минуты молчания. Ну а госсекретарь США Джон Керри в знак, назвал совершивших теракты в Париже монстрами и в знак солидарности с Францией, несколько минут говорил исключительно по-французски. Удивительно, что на пресс-конференции никто не назвал результаты этой встречи прорывом. Все очень осторожно, хотя впервые, я хотел бы это подчеркнуть, впервые были определены четкие сроки начала политического процесса. В Сирии решено, что за соблюдением будущего режима прекращения огня, например, будет наблюдать специальная миссия ООН. Но сначала представители Дамаска, официально Дамаска и сирийской оппозиции должны наконец-то сесть за стол переговоров. Мы хотели бы, чтобы сирийские делегации, начав такие переговоры, где-то в течение шести месяцев ориентировочно договорились о совместном правительстве, своего рода правительстве национального единства, которое будет решать текущие вопросы. И затем подготовили бы совместно сирийцы новую конституцию, на основе которой были бы проведены выборы, с тем, чтобы весь этот процесс занял ориентировочно 18 месяцев. Я очень доволен, что сегодня все, у кого сохранялся скептицизм, все-таки дали согласие на запуск такого процесса на основе Женевского коммуника. Во время прошлой венской встречи госсекретарь США заявил, что мы согласны лишь в том, что с друг другом не согласны. Хотя противоречия, например, в отношении будущего президента Сирии Башара Асада остались, сегодня главное это противодействие угрозам, а они действительно общие. Теракт в Париже и заявление ИГИЛ о том, что это их рук дело, ну показал, что неважно за Асада вы или против Асада, вы враг для ИГИЛ. Значит, дело не в Асаде. Вчерашние ужасы в Париже должны убедить самого последнего скептика, что не только терроризм не может быть ничем оправдан, но и ничем более не может быть оправдана наша пассивность в борьбе с этим злом. Главная задача сейчас это действительно борьба с терроризмом, для того, чтобы она была успешной. Сирийцам нужно выступить против террористов общим фронтом, а для этого необходимо прекращение огня, причем прекращение огня в ближайшее время. Огромная ответственность для контроля за этим прекращением огня ляжет на страны, представители которых и участвовали в переговорах в Вене. А я напомню, здесь сегодня за одним столом сидели и соседи Сирии, представители Катара, Саудовской Аравии, Ирана и Турции. Каждая страна, которая так или иначе поддерживает, имеет влияние или оказывает помощь кому-либо из воюющих в Сирии сторон, будет выступать как гарант прекращения огня. Режим прекращения огня, конечно же, не будет распространяться на боевиков запрещенного в России Исламского государства и фронта Ан-Нусра, как и на других террористов. Но каких других? Чтобы понять это, будет сформирован новый список террористических организаций. Страны уже обменялись своими предложениями помогать с формированием общего списка. Будет Иордания. Россия в этой работе будет очень активно участвовать. Напомню, что в Амане находится совместный российский-иорданский координационный антитеррористический центр. Похоже, шок от терактов во Франции, наконец, объединил даже страны с полярными позициями в отношении выхода из сирийского тупика. Я сегодня провел несколько еще двусторонних встреч с моими коллегами. И у меня складывается ощущение, что все больше и больше укрепляется осознание необходимости создания той самой эффективной, всеобъемлющей международной коалиции в борьбе с ИГИЛ и прочими террористами, о которой говорил президент Путин. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штаймайер сам был в Париже во время терактов. И для него это боль, можно сказать, что личная. Я сам был на стадионе с президентом Франции. И мы даже представить не могли, что эта ночь закончится террористическим адом. Безусловно, мы твердо стоим бок о бок с нашими французскими друзьями. В этот час боли и отчаяния. Скорбим вместе с родственниками погибших. И надеемся, что Франция останется единой перед лицом террора. Всем видом министр иностранных дел Германии показывал, что любые действия террористов не изменят твердого желания установить мир в Сирии. Боль нас объединяет, добавила глава европейской дипломатии Федерико Маггерини. Страны, участвующие в переговорах по Сирии, в Вене почти все испытали боль, горе и шок в течение последних недель. Вчера Париж. Ливан за день до этого. Россия и Египет две недели назад. Турция несколько недель назад. Все это говорит нам о том, что это касается всех. Европейцы, арабы, Восток и Запад, все международное сообщество пострадало от терроризма и от тех, кто добивается, чтобы разделить нас и посеять панику. Не получилось. Представители 17 стран совещались за закрытыми дверьми пять часов. В итоге целый ряд важных заявлений, общий смысл которых можно свести к одному. Политический процесс в Сирии можно начинать. Как заявил Сергей Лавров, нет сейчас оправданий того, чтобы не прилагать больше усилий для борьбы с общим злом терроризмом. Виталий. Иван Благоев в прямом эфире из Вены.